Новый день с вами встречает передача Утренняя Фрэш. В этом выпуске я, Александр Лупиненко, как всегда, расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другой полезной информацией. Сегодня на территории Гомельской области будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируются. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла. Ветер западного направления с горостью до 10 метров в секунду с порывами до 16. И в продолжение темы погоды. В Беларусь постепенно идет настоящая осень. Синоптики утверждают, что в начале второй декады месяца температурный фон будет приближаться к обычным для этого времени годозначениям. Это произойдет в основном из-за понижения ночных температур. Сегодня на большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем местами будет сильный ветер, ожидаются порывы до 20 метров в секунду. До конца недели существенных осадков не прогнозируется. В музее истории печати и фотографии Гомельщины открыта выставка работ фотографа Еленки Донбровой. История экспозиции под названием «Игра света и тени» началась еще в 2009 году. Затем, казалось, кроме пары снимков больше ничего не получится. Еще 4 года идея не реализовывалась. Многие фотографии ушли в корзину, но со временем у автора сформировался подход, были поставлены конкретные рамки. А это отсутствие монтажа и серьезной обработки. Хотелось не нарисовать, не придумать, а именно увидеть и запечатлеть. Что из этого получилось, узнают гости. Музей истории печати и фотографии Гомельщины. Выставка открыта до 6 октября. В картинной галерее Гаврила Ващенко продолжает работу выставка «Неизвестный Ван Гог». Мастер написал более 2000 произведений. Самые известные среди них, которые знакомы с широкой публики. Ирисы, подсолнухи, звездная ночь. На выставке можно увидеть как знаменитые сюжеты, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь художника. Гости галереи также смогут познакомиться с описанием сюжетов и историей создания произведений великого Ван Гога. Сегодня в областном центре пройдет электронная ярмарка вакансий. Она будет проходить на единой информационной площадке e-vacansi.by. Это позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем, а также передать резюме и задать интересующие вопросы. К другим интересным новостям. В Китае открыли самый длинный подвесной стеклянный мост в мире. Его длина 526 метров, а толщина стекла 4,5 сантиметра. Этот объект уже нашел свое место в книге рекордов Гиннеса. Конструкцию удерживают толстые тросы, прикрепленные к двум металлическим башням. Мост расположен на высоте 201 метр над уровнем реки. Он выдерживает одновременно 500 человек. В двух местах мост имеет смотровые площадки шириной почти 9 метров. У жителя штата Джорджия необычное увлечение. Мужчина любит экспериментировать и совмещать два любимых дела. Как-то раз он объединил любовь к музыке и рыбалке. Для этого американец взял банджо и прикрепил к нему удочку. Поначалу он думал, что звуки музыки отпугнут рыбу, и он вернется с рыбалки с пустыми руками. Но эффект оказался противоположным. Как только рыбак закинул удочку и начал играть, на крючок попалась рыба, причем внушительных размеров. Житель Австрии стал обладателем нового мирового рекорда, просидев в кабине со льдом два с половиной часа. Так он хотел привлечь внимание к таянию ледников и показать людям, что каждый может достичь предела человеческих возможностей. Этот рекорд стал самым продолжительным контактом человеческого тела со льдом. Раньше любитель экстрима уже проводил такой эксперимент. Тогда он пробыл в кабине со льдом два часа и восемь минут. В ближайшем выпуске ток-шоу «Главная тема». Ведущий Александр Гавейко и гости в студии будут искать ключ к решению конфликтов. Смогла ли медиация, которая практически 10 лет развивается в Беларуси, стать эффективным инструментом досудебного решения споров? Какие коррективы в этом плане вносит лето 2020? И что о медиации нужно знать каждому из нас? Включайте телеканал «Белоруси Трегомель» сегодня в 15 часов 35 минут. Сегодня в эфире очередной выпуск программы «Бизнес-план». Его создатели, как обычно, знакомят зрителей с неординарными жителями региона, которые смогли превратить свое хобби в источник дохода. О пути к собственному бренду «Сумок» и о составляющих успешной работы в семейном тандеме расскажут дизайнеры и ремесленники из Мозыря «Семья Евжик». А гомельчанка Татьяна Высоцкая поделится собственным опытом создания и продвижения бренда «Экосумок». Смотрите программу «Бизнес-план» на нашем канале сегодня в 19.20. Смотрите сегодня на телеканале «Белоруси Трегомель» программу «Земля наша». В выпусках передачи творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев, работников местных хозяйств и сфер услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте наш телеканал сегодня в 19.30. Как всегда по будням в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, разговор с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Беларусь 4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Нотариус Елена Харланова ответит на частые вопросы, возникающие при передаче «Денег в долг». Сделка, по которой дают деньги в долг, называется договором займа. Это договор, согласно которому взаимодатель передает заемщику определенную денежную сумму, либо иные вещи, а последний, то есть заемщик, в свою очередь, обязан вернуть такую же сумму денег. Договор займа должен быть заключен в устной форме, в простой письменной форме, либо в письменной форме и еще удостоверен в нотариальном порядке. В случае, если сумма займа превышает 10 базовых величий, установленных законодательством, договор займа подлежит обязательной письменной форме. Также обязательной письменной форме подлежит договор займа в случае, если стороной по сделке является юридическое лицо. Расписка же – это простая письменная форма договора займа. В случае, если вы заключили договор займа в простой письменной форме, то взыскать долг путем совершения исполнительной надписи у нотариуса вам не представится возможным. В данной ситуации это спор, который сможет рассматривать только суд. В случае же, если вы хотите обращаться к нотариусу за бесспорным взысканием денежных сумм, вам необходимо заключать договоры в нотариальном порядке для того, чтобы вы смогли всегда обратиться с заявлением о бесспорном взыскании денежных сумм со своего должника. Для этого вам придется всего лишь навсего подать заявление нотариусу и предоставить нотариально удостоверенную сделку, на основании которого возникло обязательство по выплате. Согласие должника на взыскание долга в данной ситуации не требуется. Нотариус совершит исполнительную надпись в той валюте, в которой был заключен договор займа. То есть, если вы заключили договор займа в иностранной валюте, в евро, либо долларах США, то, конечно же, нотариус ученит исполнительную надпись именно в этой валюте. Новый день! С вами встречали Утренний Фрэш и я, Александр Лупиненко. Пусть новый день принесет только радость от общения с окружающими людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова